всем доброго и прекрасного солнечного дня хотя на урале у нас пасмурно такая красота хочу вам рассказать некоторые моменты по сборке так летнего душа летний душ в основном массе своей и сам распространенный вариант комплектации берут шириной метр длиной 2 то есть раздевалка и высотой 2 и 6 метров стены закрываются или серебром то есть серым поликарбонатом или же белым крыша прозрачным значит еще он состоит обратите внимание давайте начнем с фундамент фундамент например мы делаем из бруса 100 на 100 100 на 150 размером получается 2 10 на метр эти зам не в замок в шахматном порядке потом когда вы собрали фундамент собирается трапик ну трапик собирается последнюю очередь когда будет стоять уже каркас каркас из чего состоит смотрите это дверь цельная потом идет рама под дверь она идет вот такая вот потом такая же рама следующие и третья рама завершающая с ребром с трубой проваренной для стойки они на всех идут и для усиления следующая деталь это идет дуга для крыши три штуки и прогоны прогонов два вида плюс рамка для бака обратите внимание рамка для бака она идет цельно сварная прогоны идут двух видов то есть средние вот с такими подпятниками эти прикручиваются вот эти отверстия есть прикручиваться на саморез пять с половиной 19 кровли с резьбой ойс со сверлом следующий вид прогона это внизу он устанавливается у него приварен буква г видите вот пластина обратите внимание приварена вот так вот и вот так мне еще отверстие просверлены чтобы можно было закреплять фунд потом уже к фундаменту такое вот что еще значит сборка последовательность сборки ничего здесь сложного нет собирается каркас очень легко извините тут небольшие вот легко сначала ложится и прикручиваются в лежачем положении вот эти прогоны то есть собирается каркас полностью с дугами совсем сборка очень простое отверстие просверлены все потом выложите этот каркас на бок начинаете крыть стену вот тут вровень видите идет поликарбонат закрываете крепите его и здесь загиб не загибаете еще потому что вам нужно закрыть эту стенку вы из листа разрезаете его пополам закрываете эту стенку потом загибаете вот эту часть и раскрепляете переворачивай потом значит сразу же накидывайте верхний лист поликарбонат раскрепляете нет ошибся извините пожалуйста крепите торцевую часть потому что торец поликарбонат нужно по дуге обрезать и раскрепляете значит по низу видите шайбы надо будет еще одеть сначала торцевой профиль с перфолентой и обкрутить, видите, саморез кровля 5,5-19. Переворачиваете, этот лист загребаете и начинаете, то есть ту стену закрываете, загибаете вот эти части и получается у вас практически все готово. Потом, когда вы все раскрепили поликрант, вы его ставите, крепите к фундаменту и в последнюю очередь начинаете крепить дверь. Дверь собирается очень легко, шпингалет, видите, тут отверстие прорезано в поликарбонат, чтобы было плотно, и изнутри шпингалет, ручка-кнопка двойная или же замок, там разная бывает комплектация, ручка-замок двойной вместо шпингалет, и две петли, раз, ПН-60 и внизу, они бывают или цинковые или коричневые, в зависимости от прихода, то есть ничего сложного нет, все легко. Еще раз напоминаю, как каркас собирается. Вот такие прогоны с подпятником ставятся здесь посередине, здесь и на крыше, видите, а которые идут Г-образно, они ставятся по низу, прогон. Потом рамка, обратите внимание, вот она, видите, рамка идет, также она крепится на саморез, на двойной, здесь, здесь. Это рамка под бак сварена, которая играет роль функцию прогона, и в то же время опоры для бака. Стойка обычная прикручивается просто на саморезы, как обычно, как дома. Видите, здесь вот кранчик вкручивается в бак на функу и лейка. Мыльница, мыльница и крючки. Ну вот, вроде бы все рассказал, ничего сложного нет, все легко и просто. Если будут вопросы, пишите, задавайте, расскажем, подскажем. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, палец кверху.